Собака, ДСВР, очень прошу прощения. Собака, ДСВР, очень прошу прощения. Григорий Александрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В протоколе присутствует хотя бы один собственник? С какой целью вы этот вопрос задаете? Выяснить полномочия. Вы 24 страницы прочитали быстрее, чем я зачитал слух? Три страницы. Итак, продолжаем. Вот противоречие. У меня нет судьи. Творист, мы судьи. Практика показывает, что не все вносится в протокол. До сих пор заставляет маску ходить? Мы сами для своего безопасности ходим. А судьи почему не имеются? Присаживай. Не хочу. Безоборотная. Нет, непонятно. Неужели настолько страшная селфи-палка вот эта? В разный взгляд, с судебным за всем, что я вам говорю, вы можете положить этот прибор на стол. На столе стоит. Есть ли отвод? Отвод сам себе зачитал. Это как-то. В связи с чем, у ваших контактов и странах об отводе судьи отклоняются. Возражаю. У меня есть вопросы? Задавайте их. Благодарственно. Что-что? Про адекватность подробнее, пожалуйста. Вы же только что разрешили обзорить. Игорь Викторович, вы меня не слышите. Я не говорил слово отрицать. Я сказал, не подтверждаю. Я возражаю и не успею познакомиться со всеми материалами дела. Вы можете прямо сейчас написать заявление и ознакомиться. Так оно у вас в руках. Так я не успею за сутки ознакомиться. Времени у вас достаточно. Ну, слюра. А как я аудиофиксацию буду вести? Ты видишь, что происходит? Стесняетесь, что ли? Что-то боимся видать. Могу или обязан? Вы меня обязываете? Время пошло. Назовите, пожалуйста, норму права, согласно которой вы ограничили время. Здесь не место для чтения. Здесь место для выражения своей позиции. Ну, тут четко написано. Только на 2007 год. В протоколе отсутствуют собственники. Покажите мне хоть одного собственника в протоколе. Я спрашиваю, где собственники в этом протоколе? Они отсутствуют. Протокол недействительный. То есть все вопросы по протоколу снимаются? Протокол в общем собрании относится к существу дела? Вы неверно меня поняли. Я не оспариваю. Я говорю, что они отсутствуют. Да. У них отсутствует полномочия. Там отсутствуют собственники МКД. А разве в протоколе указано свой выбор способы управления? А где акт? Ничего не предоставили. Пришли какие-то люди в масках. Вы не даете мне слова? Я говорю, мне надо время. Как минимум три недели. Он говорит, завтра. Бессонная ночь впереди. Зашибись, да? Что, сейчас получится мимо рамки пройти? Давай, я посмотрю тебе. Здравствуйте. Что, как всегда? Под принуждением, без оборотов на меня. Кто судья должен? У меня нет судья. Творец мой судья. Куда ездить? 422-й. А там у вас черный мантий, якобы, брульцкий. Так, а канцелярия у вас работает? Благодарю. Здравствуйте. Так, это первый экземпляр. А вот девочки, здравствуйте. Это второй. Я же в процессе подам все равно. Это для подстраховки. Практика показывает, что не все вносится в протокол. Что же, до сих пор заставляют маску ходить? Мы с вами для своей безопасности ходим. Да? А судья почему не несят? Здравствуйте. А подскажите, какой кабинет? У нас? 430-й. У нас 420-й. Здравствуйте. 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 Что, сегодня ты у вас? Как всегда. Ты уж это, сильно не хулиганит, ладно? Ну, тут можно. Какие будут казаки? Слушай, 400 видео. Где я там хулиганит? Покажи. Выходите? Вы приглашите? Либо проходите, либо не проходите. Можно? Что здесь вот положить? А здесь можно или здесь хочу? Вот здесь вот, присаживайтесь. Чем именно там? Здесь нельзя? Вам предлагается занять место стороны сца. Та стороны сца? Присаживайтесь. Не хочу. Хорошо. Хорошо. Итак, у меня сейчас распространяется гражданский дел. Здесь, по-моему, Букаку Антонову Николаевичу, по-моему, с ограниченной обеспеченностью управляющего компанией по службочному бюджетному району. Признание правильное бюджетно-хранение законов. Компенсации морального вреда в судебное заседание вам в свидетельстве, естественно, вы не можете назвать. Сейчас, секунду. Америмый отчество, прессон, Булгарх, Антон Николаевич. Передавайте. Передавайте обязательно. Передавайте обязательно. Называйте дату и место рождения. Дата и место рождения. Дата? Дата рождения прессонная... Без оборота на меня. Место рождения. Место регистрации. Передавайте пересону. Распект Комсомольский, 21-16. Понятно. Пройдите на место. Девушка пишет еще. Все. Действительно, свечка. Дату и место рождения. Документы, обостряющие личность, полночить секретарь. Передавайте. Дожди себе. Документы, присоединяйтесь. Проживайте мне. Желаю вам. Документы, присоединяйтесь. Итак, сторонам разъясняется право и обязанности, предприятия на гражданской области, а на счет института имеют право поддержки, рисковые требования полностью или в честь 7 метров. Возражать против них обоснования своих требований и возражения стороны обязаны представлять доказательства, суде, в которой участвуют лично, пользоваться помощью представителей, заявлять ходатайство, то же состава суда, участвовать в сети вещество. Возражать против довода других лиц участвующих в деле, знакомиться с протоколом судебного заседания, приносить на него свои замечания, обжаловать принятые по делу судебные акты, признать их принесенных по делу в жалобах, обязаны являться в суд по судебному заключению в случае невозможности ярко своевременно уведомлять об этом суд в случае переменной свидетельства сообщать об этом суду. Обязаны добросовестно пользоваться принадлежащими процедуральными правами и обязанностями, а также вправе прибегнуть к применительным процедурам предусмотренным Гражданским процедуральным кодексом. Права и обязанности понятны, истец? Нет, непонятны. Непонятны. Вам понятны? Нет, нестинно. Так, истец, я вам делаю замечание. По поводу ваших действий придется судебное заседание. Вы здесь сейчас устанавливаете какие-то непонятные предметы в зале судебного заседания. Разрешение суда вы на установку этих предметов не спрашивали. Поэтому я вам поясняю порядок в судебном заседании. В случае, если вы будете его нарушать, вам будет сделано замечание. Одно вам сделано. После второго замечания вы будете удалены из зала судебного заседания. Так я же никому не мешаю. Я раскладываю документы. Я вам разъяснил порядок судебного заседания. Также объясняю, что стороны отвечают в суду, кто обращает в суд, уважаемый суд или ваша честь. Вопросы суда задают, вопросы задают друг другу с разрешения суда, соблюдают порядок судебного заседания, не допускают выкриков, реплик с места, а также иных нарушений порядка судебного заседания. Вам присоединяются по правилам понятия? Да, спасибо. Итак, объявляет состав судодела, рассматривается в суде Бургусским, присоединяются по наморевое отводы. Есть состав судовестерства? Есть отвод. А я бы хотел его само согласить полностью. В этом нет необходимости. А у меня есть необходимость. В котором он высказывает следующее, что 5 марта 2021 года судья Бургусский вынес определение о принятии заявлений в присутствии суда о возбуждении гражданского дела о подготовке дела к судебному предприятию. Он, естественно, знакомился с этим определением и у него возникли сомнения в независимости, объективности, беспристрастности судьи Бургусского. В общем, дальше приводятся доводы того, что он не согласен с этим определением, считает его неполным, немотивированным. На нём чуть-чуть. ...губы Бургусского подачи заявления с объявлением требований установленного 131-132 ГПК РФ-эффективно не соответствует соответствующим обстоятельствам, на котором настоящая способен установить любой в качестве не обладающего специальными юридическими познаниями. Ну и в итоге в этом заявлении содержится следующее требование. Слезание внести в протокол судебного заседания подержания настоящее заявление в отводе судей, принять его к осмотрению и разрешению, вынести на обсуждение сторон вопроса достоверности довода, показанных заявителем, поданным заявлением в отводе судей, внести в протокол судебного заседания о полном объеме и объяснении сторон по вопросу достоверности доводов по результатам рассмотрения и разрешения настоящего заявления в отводе судей вынести определение, которое огласит немедленно после его вынесения. Подолговать рассмотрение и разрешение настоящего гражданского дела в том же составе суда настоящее заявление в отводе приобщить к материалам дела. Итак, представитель Истец, вы поддерживаете заявленное ходатайство в отводе? В таком виде? Не поддерживаете? Я поддерживаю в полном объеме, который вы не зачитали. Хорошо, в полном объявлении. Итак, представитель ответчика вы, ваше мнение по судебному ответственности? Я продолжаю. Суду доверяю. В общем, так, в судном месте я предъявил несогласие заявителя с вынесенным определением по сути, связанным с действиями, совершенными судьей в ходе подготовки дела к судебному разбирательству. У нас основания предусмотрены для отвода судей, предусмотрены в статьях 16 и 19 Гражданского процессуального кодекса, и такие основания, которые заявляют в своем ходатайстве истец, основанием для отвода судей не являются. В связи с чем, ваше ходатайство об отводе судей отклоняется. Возражаю. Это ваше право. Вы не мотивировали ничем. Далее, оглашается заявление о фиксации с заявителем в ходу судебного разбирательства с помощью средств аудиозаписи и разрешения вопроса о введении с заявителем видеосъемки. Заявитель заявляет о необходимости разрешить вопрос о введении видеосъемки действий сторон и судей, совершенных в ходе настоящего судебного разбирательства. На основании наличия заключена заявления о фиксации с заявителем в ходу судебного разбирательства с помощью средств аудиозаписи и разрешения о фиксации с заявителем в видеозаписи в Pay Cine Hamilton. Вы поддерживаете данное заявление? Полностью. Поддерживаете. Представитель Гречиха, ваше мнение по судебному заседанию? Поддерживаете. Представитель Гречиха, ваше мнение по судебному заседанию? Я согласил свое определение, поэтому попрошу вот эту вот аппаратуру всю собрать. А для того, чтобы вы смогли... Так она аудиозапись ведет, как ее соберут? Вы же только что разрешили аудиозапись вести. Я вам предоставляю возможность все это, все ваши технические устройства убрать. Ну, слюра. А как я аудиофиксацию буду вести? Ты видишь, что происходит? А что вы, Григорий Александрович, стесняетесь, что ли? В чем проблема? На вас ничего не направлено. А как я аудиофиксацию буду производить? Так, похоже, по-моему, что на него не направлено будет. На кого на него? На вас, Юля, я так понимаю. Аудиозапись вишите? Что-то боимся, видать. Если в соответствии с законом действовали, то нечего скрывать. А так получается, что отвод сам себе зачитал. Причем зачитал выборочно то, что надо. То, что особо не опасно для аудиопротокола. Неужели настолько страшная селфи-палка вот эта вот? А это средство аудиозаписи, которое вы разрешили вести? Можете положить его на стол. А вот положен на стол. А этот на меня направлен. Я вам говорю, вы можете положить этот прибор на стол. Он на столе стоит. Могу или обязан? Вы меня обязываете? Так и скажите. Я вас обязываю положить ваше... Под принуждением, под вашу ответственность положил. Я вас положил. Благодарю. Благодарствую. Продолжим. Огнушается заявление о приобщении к материалам дела письменных доказательств. Ну, а дальше уже следующее ходатайство идет. Итак, поясните, какие вы письменные доказательства желаете приобщить к материалам дела? У меня вопрос по предыдущему. Вы отвод в полном объеме приобщили к материалам дела? Ваше заявление об отводе будет приобщено к материалам дела? А вот 42 страницы. Я сегодня через канцелярию подал. Вот это все. 42 страницы. Вот они у меня сейчас находятся. Вот эти письменные доказательства. Возможно, еще будут другие. То есть, правильно ли я вас понимаю, вы заявление об отводе к письменным доказательствам относите? Конечно. А какие-то письменные доказательства, касающиеся существа спора, о котором вы же сами и заявили, какие-то есть документы, которые вы желали бы на стадии открытия судебного заседания приобщить к материалам дела? Ну, пока нет. Возможно, позже пронадутся. Тогда следующее заявление оглашается об отложении судебного разбирательства. В ходе судебного разбирательства отрицательства речи было в основании своих... ...определение вопроса об отложении рассмотрения дела, огласить немедленно после его вынесения. Вот такое заявление. Ну, дело в том, что мы еще, собственно, к судебному следствию это не перешли. У нас судебное разбирательство еще только на начальной стадии направится. Тем не менее, вы настаиваете на заявление об отложении судебного разбирательства? Зависит от того, сколько листов в материалах дела. Посмотрите, пожалуйста. Если там ровно 100 листов... Ровно 100 листов. Тогда не настаивай. Возможно, в будущем, когда будут представлены доказательства со стороны ИСЦА, я это заявление подниму еще раз. Хорошо. Учитывая, что вы не поддерживаете свое заявление о подложении судебного разбирательства, оно поставляется без рассмотрения. Далее. Я бы хотел их зачитать в полном объеме. Кстати говоря, представитель отвечает. Вам какие документы-то были представлены из-за того, что сейчас оглашаются судом? Дополнительные документы не будут предоставать. Ну, то, что сейчас оглашаются, там объяснения, там вот эти заявления, протоколы, исследования, доказательства? Кроме искового заявления, правочка ПАНД-СВЖАР, ничего не получила. Я вам разъясняю, что вообще-то в соответствии со статьей 132 Гражданско-факциального кодекса обязаны предоставить доказательства по числу лиц, участвующих в деле. В том числе, вот эти 42 страницы, видимо, которые вы считаете доказательствами, они должны быть представлены стороной ИСЦА. Давайте сделаем следующим образом. Как на беседе. Мне же были предоставлены возражения на беседе. Вот я сейчас на разбирательстве предоставляю. Пожалуйста, познакомьтесь. Александр, будьте добры, пожалуйста. Итак, ну, из оставшегося, из того, что я огласил, это объяснение ИСЦА. Есть возражения про предприобщение к материалам? Нет, у вас есть возражения. Нет. Предприобщение к материалам. Итак, еще вы к тебе подавляете, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я извиняюсь. Можно первую страничку заменить? Там вот отметка от канцеляет. Одинаково. Так, я хочу зачитать объяснение. Хорошо. Вопрос о дате объяснений будет решаться по ходу судебного разбирательства. Я вижу, что вам необходимо, в принципе, в полном объеме порядок судебного заседания разъяснить. Итак, разъясняется порядок. Он следующий. Открывается судебное заседание. Вот такой порядок судебного заседания. Это по поводу того, что, а можно я зачитаю. Можно и зачитать. Но на соответствующей стадии судебного заседания. Далее. Ваше ходатайство. Ходатайство не имею, я сейчас. Ходатайство не поступило. Ну что ж, тогда дотаживаются обстоятельства дела. Обратился Булгаков с иском. И взыскать слово ГАДОС-ВЖФ, пользуясь за компенсацией морального льда в размере 500 тысяч рублей. Вот такие вот требования. Итак, естественно, вы поддерживаете заявление, что вы требуете. Подержу. Подержу. Вы с вами согласны, не согласны? Нет, не согласен, возражаем. Итак, позиции выяснили. Пожалуйста, вам предоставляется слово для одачи ВЕСЕР. Время пошло. Время пошло. Назовите, пожалуйста, норму права, согласно которой вы ограничили время. Татьяна Анатольевна, назовите, сколько у нас сейчас времени. Сколько у нас начинается еще? 16.56 минут. Пожалуйста, естественно. Объяснение. Ознакомишься с... ...по Комсомольскому проспекту в городе Сругуте. Но это невозможно зачитать 16 страниц за 5 минут. Я не обладаю, скажем, чтением. Это просто издевательство. Под принуждением, под вашу ответственность продолжаю. В обосновании заявленных требований... ...по Комсомольскому проспекту в городе Сругуте. ...с нарушениями закона не имеет юридической силы и не может вызывать юридические последствия. Копию протокола собрания нельзя положить в основу решения суда. Кроме того, в результате исследования... ...вы уже достаточно продолжительное время даете объяснение. Я бы хотел все зачитать. Чего ты, недолго? Я понимаю, но здесь не место для чтения. Здесь место для выражения своей позиции. И позицию вы можете выразить в том числе и... ...можно конспективно издевать свои долги. Я познакомился с вашими объяснениями, которые вы здесь изложили. И надеюсь, что представители ответчика также с ними подготовятся. Да, успел. Поэтому... ...си 42 страницы. Ставьте 7. Поэтому ваше время для дачи объяснений пока закончилось. Давайте предоставим возможность высказаться со своими возражениями. Отвечу, если у него они, конечно, есть. Возражения, конечно, есть. С рисковыми требованиями из управления компании, это уже категорически согласно. ...надзорного органа, как МГЖИ, согласно акту, которое нарушение в действиях выражающей организации не усмотрено. Также хочу отметить, что... ...что Богоков Антон Николаевич регулярно опровещается о том, что у него имеется задолженность. Помимо того, что ему регулярно поступают звонки, о чем он любезно выкладывает и рассказывает в сети YouTube, плюс на его адрес в электронной почте всегда поступают уведомления о наличии задолженности и требования о том, что он обязан ее погасить. Также ежемесячно до 10-го числа высказывающая организация доставляет по его адресу единый платежный документ. В принципе, все, да. Все предложения, да. Теперь, естественно, у вас есть возможность задать вопрос и поставить в вашем счете. Давайте зададим. Интересно будет послушать. А вот вы говорите, что своим возражением, да, что согласно... Вы управляете многоквартирным домом, согласно протоколу собрания собственника, да, оно у вас на какой год вынесено? В протоколе указано на 2007 год, в соответствии с нормами века в случае отсутствия заявления о расторжении договора в данном условии все пролонгируется. В случае расторжения? Да. Либо если собственники изберут иной способ увлечения, иной управляющий администратор. А договоры расторгались? Нет. Ну, тут четко написано, только на 2007 год. Условия пролонгирования тут не написаны, не прописаны. В силу норм гражданского законодательства. Допустим. А подскажите, вот тут написано, в лице уполномоченного представителя Лепихиной ТВ, имя, отчество вы ее знаете? Поясните, где написано? Протокол общего собрания. Он весь красный. Протокол общего собрания. Какого числа и физики? Я же назвал, от 7 декабря 2006 года. Мы ведем речь об этом протоколе. Так, вопрос в чем? Кто такая Лепихина? Да. Нет. А как можно установить личность? А с какой Лепихина? А дело в том, что согласно ГК-19, гражданин приобретает и осуществляет свои права и обязанности под своим именем, включающим имя, отчество и фамилию. Здесь указано какое-то ТВ. Что такое ТВ? Либо вы уточните свой вопрос. Я уточняю. Как можно установить личность? Лепихина. Я вынужден буду снять, поскольку он не имеет отношения к секунду скорых. Мы здесь не рассматриваем вопрос действительности или недействительности протокол общего собрания 2006 года, о котором вы сейчас говорите. Мы сейчас разбираем ваши рисковые требования относительно правомерности отключения электроэнергии в ваших профилях. Вот и все. Я вас призываю придерживаться существа заявленных исковых требований. Так это и есть существо, это самый главный документ. Так вот я вам поясняю, это не относится к существу заявленного вами спора. Как это не относится? Тогда я вам вынужден буду задать вопрос. Скажите, у вас есть сведения о том, что протокол общего собрания собственника квартирного дома номер 21 по проспекту Комсомольский был тем-либо оспорен, не призван, недействительным? У вас есть такие сведения? Нет, и быть не может, потому что в протоколе отсутствуют собственники. Покажите мне хоть одного собственника в протоколе. А если он не признан, недействительным, этот протокол общего собрания, то тогда дальнейшие вопросы относительно формальной стороны его составления снимаются. Переходите к следующим вопросам. Григорий Александрович, ответьте, пожалуйста, на вопрос. В протоколе присутствует хотя бы один собственник? С какой целью вы этот вопрос задаете? Выяснить полномочия. Тут написано путем протокола общего собрания. А кто принимает решение? Я понял, что вы не согласны с тем фактом, что управляющая организация основывает свои полномочия по управлению многоквартирным домом на основании этого протокола. Это я понял. Это единственное обоснование их. Это я понял. А вопросы у вас какие, представители ответчика есть? Так я спрашиваю, где собственники в этом протоколе? Они отсутствуют? Протокол не действительный. Вы будете эти вопросы задавать, видимо, в судебном заседании, касающемся действительности этого протокола. Но не в этом судебном заседании. Вопрос снимается. Следующий вопрос задавайте. То есть все вопросы по протоколу снимаются? Я не знаю, все вопросы или нет. А я по протоколу хочу позадавать вопросы. Именно этот вопрос снимается. Я хочу по протоколу позадавать вопросы. Я вам разъяснил. А на каком основании? Не относится к существу? Дело рассматривал. На том основании, что порядок судебных заседаний обеспечивается судьей. И председательствующий следит за соблюдением порядка судебных заседаний. Порядок вам был разъяснен в самом начале. Напомню еще раз, что вопросы и пояснения должны касаться существа заявленных требований. И только тех обстоятельств, которые имеют юридическое значение. Юридическое значение обстоятельствам, насколько они относятся или не относятся, дает суд. Поэтому, пожалуйста, прошу вас придерживаться существа заявленных требований и задавать вопросы по существу. Если у вас нет вопросов, то давайте предоставим возможность другой снимать. Есть вопросы? Пожалуйста. Вопрос к вам, Игорь Викторович. Почему? За суд председательствующему стороны не задают. Хорошо, тогда я ставлю вопрос перед судом и перед присутствующим, и перед сторонами. Протокол общего собрания относится к существу дела? От 7 декабря 2006 года. К существу дела, видимо, надо напомнить вам, надо объяснить вам, что к существу дела относится, имело ли место отключение 2 и 3 февраля 2021 года, было ли оно произведено в соответствии с действующим законодательством, соблюден ли был порядок отключения, вы или нарушены при этом ваши материальные блага, потому что вы заявляете о компенсации морального преда, а следовательно, в соответствии со статей 151 гражданского кодекса предполагается нарушение именно этих ваших прав, а не любых. И дальше подлежит выяснению, чем вызвана такой именно размер компенсации морального преда. Вот обстоятельства, которые подлежат выяснению. Если вы оспариваете правомощность управления многоквартирным домом со стороны управляющей компанией ГСФЖР, то вам надо было и заявлять соответствующие исковые требования, но это, видимо, не в этом судебном заседании. Вы неверно меня поняли. Я не оспариваю незаконность протокола. Хорошо, давайте остановимся на том, что вы не оспариваете полномочия по управлению многоквартирным домом управляющих. Я говорю, что они отсутствуют. Я не собираюсь выяснять законные... Давайте остановимся на том тезисе, что вы об этом заявляете. Да, у них отсутствует полномочия. А вопросы у вас какие-то следующие, не касающиеся протокола судебного заседания есть? Задавайте. Протоколы судебного заседания? Протоколы общего собрания собственников помещения многоквартирных домов. Тоже есть. Давайте с другой стороны зайдем. Григорий Александрович, вы признаете факт отключения квартиры номер 16 по адресу город Сургут, проспект Комсомольский, 21, 2 февраля 2021 года? Конечно, признаем. Мы об этом указываем. А 3 числа? 3 февраля. Самовольно отключили. Ваши самовольно подключили. А кто самовольно подключился? Конкретизировать конкретно на вас не могу, потому что не знаю, конкретно вы, либо кого-то попросили. Но при выходе по адресу, где проживает Булгаков Антон Николаевич, комиссия, составит это указанное в архе комиссии материального дела, установила, что данная квартира была подключена самовольно, причем в резкие центральные магистрали, нарушив все противопожарные нормы. Данный факт также зафиксирован был соседкой, квартира номер 14, которая пояснила, что видела вечером людей, которые были, ну, устно прояснила, они зафиксировали, которые были на площадке. Так утверждают, что конкретно Булгаков Антон Николаевич брал бассатижи и провода и врезался в этом обеспечении, но он как собственник обязан следить за своим имуществом. И в случае каких-то, так называемых, аномалий сообщить в управляющую организацию, в том числе и через центральную диспетчерскую службу, телефон которой он прекрасно знает. И поэтому дело было и в законе также написано, что привлекается к ответственности человек за самовольное подключение к электроэнергии. Когда нету отсылки к доказыванию, он подключился, либо не он подключился. В общем, как представитель и ответчика, вот я вас знаете, на что ориентирую. Вам задан вопрос. Признаете вы отключение электроэнергии 2-3 февраля 2021 года? Достаточно было ответить, признаю или не признаю. Вот лишней информации, которую вы сейчас здесь излагали, не тратьте время ни свое, ни суда, пожалуйста. Вы отвечаете по существу. Вам был задан конкретный вопрос, конкретный ответ на него дайте. И все. Еще вопросы есть у вас? Почему лишняя информация? Очень интересная, очень полезная информация. Вы только что сказали, что вы не можете... Вы эту информацию выясните друг у друга. Я вам не слышу заседания. Я хочу задать вопрос, вот поэтому как раз вашему комментарию, бесполезному, в кавычках. А вы же своих возражениях говорите, указываете конкретно, и своих заявлениях в прокуратуру, в МВД, что именно собственник квартиры номер 16 самовольно подключился. А сейчас вы говорите нет. Вопрос в чем? Так а где правда? Так вы знаете, кто подключился или не знаете? Не имеется, не имеет отношения к существу. Как-то не имеет. Это относится, это один из пунктов номер 3, подключение... И все слова и выражения, которые были допущены в возражениях, подлежат непременному осуждению в настоящем судебном заседании. То есть, мне как... Я ничего не понимаю. Мне выборочно как-то слушать. Я вам расскажу, какие обстоятельства и нет юридическое значение. Если у вас нет вопросов, то тогда... У меня есть вопросы. Задавайте их. Благодарство. Сейчас, секундочку. Подскажите, Григорий Александрович, распоряжение на отключение 2 февраля 2021 года в квартире номер 16 по просветку Комсомольске 21 было вынесено директором Русиным Укады СВЖР? Это внутренняя документация. У вас происходило отключение от всего закона, на которое также, в том числе, высылает постановление по ИКС на 354. То есть, вы руководствовались только постановлением 354? Да. А жилищный кодекс и гражданский кодекс, они же законы, они же выше? Вы их игнорировали? Они выше, почему нет? Вопрос занимается. Вопрос в следующем. Гражданский кодекс и жилищный кодекс намного выше, чем постановление. Почему вы ими не руководствовались? Потому что, согласно этим законам, у вас должно быть только одно основание. Это протокол общего собрания, который провели собственники МКД. Протокол, который вы предоставили в защиту, как в качестве доказательства, там отсутствуют собственники МКД. То есть, вы действовали только на основании вот этого протокола. Я вас правильно понимаю? Протокол – это основание для управления вашим многоквартирным домом. А разве в протоколе указано выбор способа управления? Да. Указан? Покажите, пожалуйста, где. В документе. Это выбор управляющей организации? Выбор и управляющей организации. А выбор способа управления? У вас вопросы имеются, естественно. Да. Я близок к притепнению, что вы злоупотребляете временем суда. Почему? И своими правами в судебном заседании. На каком основании? На том основании, что вы постоянно задаете вопросы, не относящиеся к существу спора. Ну, как не относящиеся? Это главный документ, на основании которого они действуют. Они же сами об этом признали. Я вас понял. Тогда присаживайтесь. У вас вопросы есть, а в стране есть сами. Скажите, пожалуйста, вы инициировали собрание, общее собрание собственников о выборе иной управляющей организации, когда вы узнали, либо когда стали собственником, либо, сейчас скажу, когда вы узнали, что управляющая организация Одесса Восточного района оказывает вам жилищно-коммунальные услуги, либо с момента, когда вы стали собственником квартиры на Международном доме 21-го проспекта Комсомольский. Что-то сильно схожий на вопрос. Согласен. Инициировали, а избиралось, избираться ли иной способ управления в вашем многоквартирном доме? Я не знаю. Вы не знаете. Еще вопросы? Все, вопросов нет. Вопросов нет. Сюда есть вопросы. Давайте начнем сесса. Итак, вы подтверждаете, что являетесь собственником квартиры в доме номер 21-го проспекта Комсомольского района? Я бы хотел приобщить к материалам дела. Вот вы просили еще на беседе оригиналы документов для сличения. Вот это оригиналы, и их предоставляют с возвратом. А другие бумаги, вот скажем, выпуска ЕГРН и копия трех страниц из трудовой книжки. Я выберу копию трудовой книжки, выписки из ЕГРН и копию квартирной карточки и справки из УКДС в УКДС. Да. Эти документы вы просите приобщить к материалам дела? Вот эти два документа я прошу снять копию и приобщить к материалам именно копии. Оригинал я себе хочу оставить. Вот которые два документа вы держите из паспортного стола. Поквартирная карточка и справка о регистрации. Итак, следует ли из ваших служб, что вы подтверждаете, что вы уйдете собственником квартиры? Регистрация это подтверждает? Не регистрация по месту жительства, а регистрация права собственности. А, про право собственности говорите? Да. Да, право собственности есть. Так, дальше. Задолженность у вас была по состоянию на 2 феврале 2021 года по охвате электронной? Я считаю, что нет. Укалик на санкаре. Вы оскариваете эти обстоятельства? Конечно. Даня, ну по вопросу управления вашим водопортированным домом вы уже сказали, что вам неизвестно, да? Избирался ли иной способ управления водопортированным домом после 2006 года? Я руководуюсь только теми документами, которые у меня есть. На данный момент у меня есть только вот этот протокол. За 2007 год. Все. Я в течение трех лет многократно истребовал у ответчика все бумаги. Там 62 пункта. Ничего не было предоставлено. Возражение показывается о том, что вас уведомляли о необходимости погасить задолженность, с которым вы, правда, согласны, как вы сейчас поясняете. Но, тем не менее, вы подтверждаете этот факт, что вас уведомляли о наличии у вас задолженности, с которым вы не согласны, и о необходимости ее погасить? Нет, не подтверждаю никаких доказательств о том, что они указали обстоятельства, а доказательства никакие не приводят, что вы уведомили. То есть вы отрицаете, что вас уведомляли о том, что у вас есть задолженность, и вам за это может быть отключена электрометка? Игорь Викторович, вы меня не слышите. Я не говорил слово «отрицать». Я сказал «не подтверждаю». Не подтверждаю. Понятно. Это представитель и ответчик. Скажите, вы там в подтверждение того, что вы уведомляли о предстоящем отключении ее, о необходимости погасить задолженность. Какие доказательства предлагаете? Прилагаем копию уведомления Агеновича за должности, которая была отправлена на электронную почту висцент. Также прикладываем отчет о достатке данного факта. Также прилагаем, что 29 января в ответ на досудебные требования отправляли данный ответ и также уведомили о том, что в случае непогасения задолженности у ИСА будет отключена электроэнергия. Прошу также приобщить материалом дела копии единого платежного документа, в котором также отражается информация о уведомлении ИСА о наличии задолженности и в случае ее наличия будет отключаться. Единая партия документа следит за октябрь, ноябрь, ноябрь, ноябрь 2020 года. Я указываю во всех своих заявлениях и в качестве основного адреса электронной почты. То есть это ваш адреса? Я его указываю везде в шапке. Подтверждаете? Я подтверждаю, что я указываю его везде в своей шапке. Отлично. Дело представлено, история отправки со статусом доставленного вам о предупреждении от абонента по адресу Каббас. Если вы что-то делаете про комитеты предупреждения, то вы поставлены, поступило вам по электронной почте предупреждение. Без комментариев? Далее текст этого предупреждения. Я не считаю это доказательством. Вы не подтверждаете, что вы получали предупреждение? Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Далее, после того, как 3-го числа у вас было проведено отключение похоронное, на сегодняшний день вам подача электроэнергии возобновлена? Каким-то образом она появилась. Появилась. А если она каким-то образом появилась, то чем вызвано ваше настоятельное требование? Все-таки обязать, на сегодняшний день именно таким образом ваши исковые требования звучат, обязать УКДС-ВЖР восстановить подачу электрической энергии в квартире 16-го конституционного проспекта Томсомольска. Если она каким-то образом появилась у вас в электроэнергии, что они должны восстановить? Это требование обусловлено тем, что директор РЭО-2, не помню, как его фамилия, Ахмедшин или как-то, когда я его спросил, Ахметов, да, РМ, возможно, это он, я не знаю, но там присутствовал мужчина дважды при отключении, и когда я его спросил, вы этим будете каждый день заниматься, он сказал да. А когда я подавал иск, я этот пункт записал с учетом того, что пока рассмотрят, пока примут, пока заседание, пока беседа. Возможны повторные отключения. Исковое заявление поступило в суд в электронном виде 2 марта 2021 года. Вы утверждаете, что на дату 22 марта 2021 года у вас была отключена электроэнергия? Нет, тогда была. А тогда почему исковое заявление в этой редакции? Ну, это вход на будущее. Я же объясняю. Если вдруг они снова бы пришли, отключили. Далее. В дело представлены акты от 2 и от 3 февраля 2021 года, составленные комиссионные акты о том, отключения электроэнергии. У вас какие-то замечания к этим актам имеются? Да, вы там видите, вы сможете установить личность кого-то из них? Не вдаваясь, мы сейчас не занимаемся установлением личности, тем более, что соответствующие стандартные заявления не заявлялось. Я вам пока задаю вопрос, у вас есть замечания относительно того, как эти акты были составлены? Конечно, есть. Фамилия, имя, отчество не указаны полностью. Еще какие-то замечания есть? Основание не указано. На каком основании подключили? Распоряжение там или что было? Приказ? Просто пришли, подключили, составили акт? Наверное, вы хотели сказать не подключили, а об отключили, да? И то же самое подключение. И подключение по подключению. Кстати, от 3 февраля они не предоставили акта об отключении. Я его до сих пор не видел. Вы же отключали 3 февраля? Не указаны полностью имена лиц, составивших этот акт. Конечно, невозможно идентифицировать, кто это сделал и на каком основании. И не указаны основания, по которому произошло. Вот вы говорите, нужно оспаривать этот протокол. Прошел, еще такой вопрос. Есть ответ из акта, еще не говоря, проверки жилищно-строительным надзором хмалой игры. По факту, вот, вы знаете, у нас дымок, подключение, подключение. Вы знакомились же с этим актом? Да, это вообще шедевр. А вы расстаивали это так, жилищно-строительным надзором? Нет еще. Я 3 дня назад подал воле заявления на ознакомление с материалами. И сегодня мне позвонили, сказали, можете прийти, ознакомиться. Вот я ознакомился с материалами, посмотрю, что они там проверили. Еще такой вопрос. Скажите, а вы на сайт жилищно-строительного надзора заходили? Вообще, в принципе, у нас же там на сайте жилищно-строительного надзора, по-моему, размещаются сведения, если не сказать... В общем, в электронном виде у нас размещается сведения о управляющей организации, осуществляющей управление конкретным многоспортивным домом. Вы как-то проверяли, кто у нас сейчас в этих открытых источниках назначится, каким образом осуществляется управление на декоративном доме по адресу Комсомольский, 21? Вы хотите сказать, чтобы я доверял документам в электронном виде, которые они предоставляют управляющей компанией? А информация в электронном виде размещается у нас в средствах интернет о том, каким образом осуществляется управление тем или иным на декоративном доме? Не, ну если верить документам из интернета... Называется эта система, дай бог, ГИС ЖКХ. Да, ГИС ЖКХ, совершенно верно. Государственная информационная система ЖКХ. Тут даже Татьяна Николаевна, это жилищный инспектор, указывает, что в ГИС ЖКХ указывает размещена информация. А где ссылка? Понятно. А где конкретный раздел? Хорошо, писать, пока у меня вопросы по стороне ответчика. Ну вот, здесь неправдный вопрос был задан по поводу актов. От 2-го числа есть, от 3-го? Каким образом оформлялось отключение 3 февраля 2021 года? Оформлялось оно в присутствии ИСЦА. А в акте какой-то, видимо, составлялся? В акте он не указан, так как у него первый выверзанятый рукой, он снимал телефонного репортажа. Где акт? А акт был привожен к отражению следующий за актом от 2-го года. А почему не включена фамилия Булгаков в состав комиссии? Как вы не в комиссии, вы должны быть. Не, ну вы же говорите, там присутствовал Булгаков, правильно? Вы присутствовали. Но, смотрите, вот, 3-го числа, точно так же, как и 2-го, составлен акт об обнаружении факта несанкционированного подключения к внутридомовым инженерным системам. И составлен акт о том, что при проекте электрического счета обнаружено, что электроснабжение трехполотной квартиры, отключенное от электросети, восстановленное потребителем Булгаком самостоятельно, путем монтажа коммуникационной аппаратуры, там питающих, находящихся в репортажах и так далее. Вот противоречие. А об отключении какой-то документ у вас состоялся? От отключения. От отключения. От отключения. От второго есть, а третьего? А третьего числа отключения производилось? Третьего, да, тоже отключение. А где акт? Как обнаружение самовольного? Вы обнаружили третьего числа, что было производилось самовольное подключение. После второго. И снова пишите в своих возражениях, что и снова отключили. Вот от второго числа есть акт об отключении коммунального услуги до уже к употребителю. В связи с непогрешением потребителем задолженности в течение установленного предупреждения срока. Это от второго акта. Разрешите, что у вас аналогичный документ? Кстати, вот с актом от второго февраля, мне его выдали вообще в отделе полиции, случайным образом. На актеры копированные какой-то бумаги. То есть они мне акты вообще ни один не предоставили. Да, в частности акт имеется, но он в офисе, я только не обратил внимание, что здесь был дополнительный, и там указывается, как я включаю таким образом. Там состав уже другой был, я как бы в комиссии. Не семь, а пять человек. Кстати, есть два видео от второго и третьего февраля, полного процесса их вот этих действий, я считаю, незаконных. Я у них требовал все документы, акты, хоть какие-то удостоверения, бумаги, основания, приказ, ничего не предоставили. Пришли какие-то люди в масках, семь человеком. Присаживались. Исследуется письменный материал. У вас же ушных нету доказательств? И ферме заявил? Нет. Так, исследуется письменный материал. Отделие имеется... По состоянию на 1-го января он составлял 46 141 рубль 27 копилей. Я могу ставить свои слова? Амута была проведена в феврале на сумму 55 тысяч рублей. Вы желаете прокомментировать? Конечно. Каждый документ, вы что-то их перелистываете. Давайте вернемся к самой первой. Вот поясните тогда мне. 12 февраля согласно предоставленным сведениям поступила сумма 55 тысяч рублей в счет оплаты лично-коммунальных услуг. У вас есть какие-то объяснения о том, каким образом эта сумма в оплату поступила в УК ДСВЖР? Я предполагаю, это ДСВЖР через Ольгу Ивановну, мою биологическую мать, проплатили. Она работала у них начальником евроотдела. Дальше тогда идем. Здесь Булбакова Ольга Ивановна просит переоформить лицевой счет на квартиру по адресу Комсомольский 21-16. С 1 декабря 2012 года на основании договора о дарении тысячи. На вас она подошла переоформить счет. И есть доверенность, копия этой доверенности. Девятый маряр 2012 года. Да, вы читаете доверенность. Что она доверила-то? Что я ей доверил? По какому вопросу? Я не уполномочивал лицевой счет открывать вообще. Вы уполномочили по вопросу сбора документов, а также получение свидетельства о праве собственности договора о дарении квартиры. Все, про лицевой счет ни слова. Для чего предоставляете право подавать заявление, предоставляете получать справки, удостоверение, документы, документы, кипецки и прочее? Я хочу исключить доказательства вот этого заявления о оформлении лицевого счета. Оно не имеет отношения к делу. Так вы не лишены возможности аналогичным образом распорядиться, видимо, каким-то образом своим лицевым счетом. Самостоятельно написать заявление. Так я только недавно узнал, что там какой-то лицевой счет был открыт. Хорошо. Протокол будет занесен в ваших годатствах, без исключения данного рассказа. Благодарство. Далее, копия предупреждения о возможном приостановлении ограничения коммунальных услуг, электроэнергии и горячей воды, направленном в Булгаково. Ну и также здесь об автоматическом сформировании письма с приложением, с вложением, предупреждением. Выложение обозначено как проспект Комсомольский, 21-16, подчеркивание 26-12-2020. Игорь Викторович, извините, поясните, пожалуйста, вы исследуете письменные доказательства или просто их пролистываете? Я просто не понимаю, вот вы это, я могу возразить по поводу допустимости, достоверности, связи с другими документами? Конечно, для этого будет у нас... Ну так остановитесь, давайте вернемся в... Да, тренинг будет у нас. А, потом, это позже, а сейчас... Вы поведете итог исследованным доказательствам. Я же вам это разъяснял. А, итог? А я бы хотел прямо сейчас по каждому документу возразить. Да, Ребен. У меня много возражений. Письмо от управляющей компании НСК, 29 мая 2021 года, Владимир Булгарково. Подтвергление доставки от этого судебное требование направлено было с адресом NLVS system, постмастер, ДСВЖР. Далее, копия по проверке услугу личного строительного обзора за 4 февраля 2021 года. Давайте на нем остановимся, исследуем. Давайте остановимся. Хорошо, вы хотели остановиться на нем. У вас какие-то замечания к этому? Вы сказали, что вы не оспаривали. Не написано. Смотрите, подписи, во-первых, Макаринга Татьяна Александровна. Роспись не соответствует Гражданскому кодексу, статья 19. Фамилия ей полностью не написана. То есть, невозможно удостоверить ее личность. Дальше. Тут она указывает, что незаконное ограничение подачи энергии 0,2 на 2 на жилое помещение без надлежащего уведомления потребителя. Она не приводит никакие доводы, ни мотивы. Мы с ним не согласны. Конечно. А это у меня все в объяснениях есть. Вы же не захотели их читать? Почему я прочитал ваши объяснения? Вы прочитали быстрее, чем зачитал три страницы? Вы 24 страницы прочитали быстрее, чем я зачитал вслух? Три страницы. Итак, продолжаем. Далее письмо начальнику ОВД, управляющей компанией, действия Белготочного жилого района, нотированной 4 февраля 2021 года, просит предвлечь полгахов от административной ответственности за самовольное подключение... А я возражаю против продолжения. Вы не даете мне слово. Я вам делаю второе замечание. Вы будете участвовать в суду в проведении судебного заседания. Детего не будет, не будет удалено из-за судебного заседания. Далее, жалоба на действиям ОВД России по городу... У вас возникли какие-то разногласия относительно использования и распространения персональных данных? Почему бы этот суд вообще... Кажданин обратился с обращением требований на должности в персональных данных, а также в разъяснении, на каком основании мы расположили платежного агента, для приема платежей за карты жилищных мобильных услуг. Платежным агентом вы правы принимали? Платежный агент у нас общества с ограниченной ответственностью, РКЦ ЖКУ. А не согласие это было с тем, что через него начисление происходит? Не дошли, а взимоверно. Присаживайте. Далее, конверт ООК ДСВЖ направлен в адрес Булгакова. Возвращено было. В связи с стеклым сроком хранения. Далее, письмо. Скажите, а с какой целью ты вот эти письма? Добуду показать суду, что Булгакова Антону Николаевичу были даны ранее разъяснения о том, на основании чего управляющая компания ДСВЖ оказывает жилищно-коммунальные услуги, на основании чего соберет денежные средства, на основании чего областно-батно-ничтожное. То есть, что эта история у нас длится довольно давно, он пишет письма, отвечает, он их не получает, ну, или других пишет, не получает. Ну, на бумажном носителе не получает, как видно из доказательства про электронную почту, просто он, очевидно, знакомится, потому что мне в ходе беседы понравился вопрос, я приложил ли вы копию к копии искового заявления, которое я направил по электронной почте, приложение. Он знал то, что я не приложил. Вы ответили на вопрос. Спасибо. Также перечиска здесь имеется и далее на Ревстагила 7580, направлено, принялось письмо 22 января 2019 года по УГАКЛУ. Могут родовую книжку предъявить для извлечения копии? Пожалуйста. Ну, строго говоря, это у вас выкопировка, то есть я их не помню. Дело-то в чем, у вас вы заявили требование о взыскании компенсации морального вида. В соответствии с постановлением первого законного суда о защите чести и достоинства и взыскании компенсации морального вида. При определении размера компенсации морального вида суд выясняет материальное, семейное положение заявителя и причинителя вреда, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. Вы заявили компенсацию морального вида в размере 500 тысяч рублей. Поэтому вам и было предложено. Я так понимаю, что вы не работаете на сегодняшний день. Больше 13 лет и не собираюсь. Официально вы не трудоустроены. И не собираюсь. На сегодняшний день. А вы занимаетесь общественной деятельностью. Возг подтверждение вашего вопроса могу предоставить копию договора об упущенной выгоде как раз. Это материал отдела. Прошу приобщить. По данному адресу открыт. По сути, что заявлено. Так это вам экземпляр. Скажите, вы... В электронном виде, когда подавали скорость заявления, у вас тут один чек-вордер был только превращен. Я уже следовал. От 9 февраля 14-го года. А оплачено-то здесь вот два платежа. Здесь от 8-го и от 9-го. Ну, строго говоря, вы не просите отыскать вашу пользу распределить оплату в своем исковом заявлении. Есть необходимость выяснять, а второй платеж от 8-го февраля в связи с чем был сделан? Не помню. Какое-то другое исковое заявление? Или что? Я не помню. То ли потерял, то ли на почте отказались принимать. Не помню. Куда ты этот квиток девал и пошел еще раз заплатил просто. Ну, в общем, я только признал от 8-го февраля в начале. Я вам только разъясняю, что оригинал документов в уплате господина он должен храниться в деле. Поэтому мы можем приобщаться к реформам дела. Далее. Заявления, которые были представлены в всем настоящем судебном заседании на 42 страницах. Они все озвучивались. Заявления о подводе судьи. Заявления о фиксации заявительного суда судебного разбирательства с помощью средств АУИ о связи и обречении к материалам дела письменных доказательств протокол, имеющихся материалов делом на даты. Протокол обследования и оценки копий протокол об обретении и т.е. подъявления внутренних помощи к собранию собственного департаментного дома на 7 декабря 2004 года. Заявления о подведении судебного разбирательства и объяснения о десута. Вот такие вот у нас доказательства которые были представлены местом судебного седания а также единый походный документ по ИРЛС. Вы выступает или прилагаете? Чтобы подтвердить, что эстетс был надлежащим образом уведомлен в том числе и в тексте единого платежного документа. Помимо того, что направлялся по рекламе почты и почтной сети. Так, прежде чем эти документы я буду приобщать. Существом было заявлено приобщение к материалам дела договора на оказание услуг монтажа размещения в виде материала а также протокол договора на оказание услуг в виде монтажа. Поясните, пожалуйста, эстетс, вы этим документом что желаете подтвердить или опровергнуть? Мы заключили договор с главным редактором информационного агентства Камчатский регион. Я являюсь его заместителем. Там, получается, с гражданином Булгаковым Антоном Николаевичем заключен договор о выполнении определенных работ с 1 февраля. Сумма указана в 10 тысяч рублей. 2 числа мне приходят ну, то есть я взял на себя обязательства по поводу выполнения монтажных работ. 2 числа мне приходят отключают электричество и третьего тоже отключают. Я сообщаю второй стороне и составляем протокол о том, что ввиду незаконного отключения выполнить данные работы я не могу, поэтому плата мне за эти работы не поступит. То есть это упущенная выгода. Но требования упущенной выгоды вы не заявляли. Упущенная выгода это вид убытков в соответствии со статьей 15 Брянского укола на убытки это изыскание убытков. Это опыт защиты гражданских прав. Вы к такому способу не прибегали? Прибегну. Вот у меня это волеизъявление по поводу об отложении разбирательства. Я подготовлю на следующее заседание по поводу убытков. И волеизъявление на ознакомление с материалами дела. Там я смотрю новые документы появились. Мне нужно их изучить и исследовать. Итак, ваше мнение возможно приобщить предприятие? Считаю что невозможно, так как даже договор в коем случае не подтверждает что какой-то марийный вред был нанесен в суд. Тем более он мог предотвратить данный факт подключения оплатив задолженно до граммальной порядки и тем самым не подставляя своего редактора. Тем более прошу обращать внимание суд на то, что договор датировал 1 февраля 2021 года. Как известно из открытых источников данный гражданин является и везде опиширует что он журналист уже годика 2-3 то есть я не вижу относимости данного документа к осматриванию в сторону из ваших пояснений следует что он призван подтвердить другие требования которые в настоящем деле не рассматриваются поэтому этот документ я вам возвращаю объясняется также я бы хотел пояснить по поводу морального вреда о котором вы говорили я закончу с исследованием доказательства последовало вы признете и так заявлено также о приобщении вот этих предъявных документов за октябрь 2020 ноября и декабрь 2020 года ваше мнение естественно у вас предоставили предоставили а где доказательства доставки что мне направлялось вот это все где подписи росписи должностного лица где в самом документе представитель управляющей компании вот этого юридического лица который там указан в левом верхнем углу то есть юридическое лицо направило этот документ или представитель его направил где там это должностное лицо где представитель компании ни печати бухгалтера ни директора ни росписи ничего нет представитель лица Но вам необходимо пояснить, вы с какой целью это приобщаете. Была исследована, например, выписка из лицевого счета. Где нам приведен расчет задолженности, который вас подлик на отключение 2 февраля 2021 года от промерки. Вот этот документ о чем? Потому что мы уведомляли и в октябре, и в ноябре, и в декабре. Наверное, какой-то другой документ должен быть, о том, что вы доставили этот единый платежный документ. Нет, но в силу закона до 10 числа каждого месяца доставляем данный документ в почтовые ящики потребителей. Данный документ отвечает всем требованиям закона, что должен содержать в себе единый платежный документ. И как утверждает истец о том, что должен содержать подпись бухгалтера, печать управящей организации, такого закона не указано. Но также в законе указано в том же 354-м постановлении, что мы в едином платежном документе мы вправе размещать информацию о уведомлении должника о наличии его задолженности и возможных наступивших последствиях. Это как дополнительное доказательство, как в основном. Потому что мы его уведомляли и ранее, ежемесячно уведомляем в том, что у него есть долг. Понятно. Ну что ж, этот документ будет приобщен к материалам дела, а так и статистическую оценку этим документам будут правильные доказательства стать. Хорошо. И, кроме того, будут сделаны копии с квартирной карточки в отношении квартиры 16, номер 21 по проспекту Комсомольска. Справка уже не имеется в материалах дела. Ну, она немного другого вида. Это свежая. Ну, там те же лица же и показаны в качестве проживающих. Я не помню. Ну, в принципе, да, ничего не менялось. У вас есть возрождение к приобщению показаний? Нет, у вас есть возрождение. Какие документы будут приобщены к материалам дела? Сделаю. Итак, сейчас мы переходим на стадию дополнений к исследованному доказательству. У вас какие-то дополнения к исследованному доказательству? Я вот хочу ознакомиться с материалами дела и заявление о переносе дела в лиц. Дополнение к исследованным доказательствам – это такая стадия, на которую, в сторону, говорят, уважаемый суд, у нас есть дополнительные доказательства, и вот они, мы желаем их представить. У вас есть какие-то доказательства, которые вы дополнительно желаете представить? Сейчас посмотрим. Пока у нас спец заищет, у вас дополнение к исследованному доказательству не имеется? Нет, значит, это не имеется. У меня вот вопрос, что мы выяснили в судебном заседании, что в деле отсутствует акт о подключении от 3 февраля 2021 года. А одно из требований у нас заявлено, безыскивают требования, о признании незаконными действиями УК ДСФЖР по отключению 3 февраля 2021 года. Какие-то доказательства об основании, обоснованности, правомерности совершенных 3 февраля 2010 года, желаете представить? Ваша честь, в данном судебном заседании у меня возможности отсутствуют документы в офисе, но в материалах дела и приложенных к возражению акт проверки ЖУ, надзора ХМО-югры, где предоставлялись соответствующие доказательства и нарушение закона в процессе отключения 2-го и 3 февраля 2021 года службы не найдены. Вы давно-то мой вопрос не услышали. Вы доказательства дополнительные по обоснованию правомерности отключения 3 февраля 2021 года меня не интересует, что было до судебного разбирательства. Мы сейчас рассматриваем требования УК ДСФЖР о признании незаконными действиями от 3 февраля 2021 года. В соответствии со статьей 56 Гражданского процессуального кодекса, у нас стороны сами предоставляют доказательства обоснования своих требований и возражений. Кому что подтверждать в обосновании требований и возражений я разъяснял неоднократно. И в ходе подготовки, и в настоящем судебном разбирательстве. Вы в обосновании или в возражении его требования, изложенном в УК ДСФЖР по поводу своих действий от 3 февраля 2021 года, дополнительные доказательства какие-то желаете представить, например, этот акт? Ваш честь, да, предоставим, в связи с чем прошу берите перерыв в данном судебном заседании, для предоставления возможности... Сколько времени вам понадобится для предоставления? Ну, сегодня, завтра, сколько даете, час, два, три, чтобы съездить, нужно успеть в офисе, 3 февраля. У меня вот как раз выразиливление по поводу отложения заседания на три недели минимум. И это... Ознакомление и отложение, две бумаги он передал. В общем так, судном месте определил... В связи с необходимостью исследования дополнительных доказательств объявить перерыв в судебном заседании, перерыв будет объявлен до 22 апреля. Это будет вторая половина дня. В более точное время вы сейчас подойдете к секретарю, получите повестки. Знаете, на этом будет уже... Нет, после четырех часов. Я возражаю, я не успею познакомиться со всеми материалами дела. Вы можете прямо сейчас написать заявление, я ознакомлюсь со всеми... Так оно у вас в руках. Ваше заявление удовлетворено, разрешено, вы можете... Так я не успею за сутки ознакомиться. Игорь Викторович. Я объявил о перерыве до определенной даты. Времени у вас достаточно. Я также напоминаю вам, что вы знакомились с материалами дела. Центрально два или три дня назад ознакомились. И вы знаете даже количество листов делов. А доступ к кассе через газ правосудия к материалам дела до сих пор не предоставлен. Я четырежды требовал этого. Четыре более заявления было на ознакомление с материалами дела и предоставление доступа через газ правосудия. До сих пор доступа нет. Вы сейчас можете ознакомиться с материалами дела. Так я могу сфотографировать, а исследовать и оценить достоверность и относительность, и доказуемость. Мне нужно время. Я не специалист. У меня нет юридического образования. Мне нужно обратиться к специалистам. Мне для этого нужно как минимум три недели. Тогда давайте не будем тратить время. Перерыв объявлен. Шудебное заседание на сегодня окончено. Не получилось. Сразу сходу. Акта-то нет. До свидания. На какое время? Ну, давайте на 17. А что так мало времени-то дали, Игорь Викторович? Ну, сутки. Сутки там столько документов приложили. Как это? Потом приостановили и возглавляли. Да. Аудиопротокол-то велся с вашей стороны? Ну, конечно. Так я бы хотел с аудиопротоколом еще ознакомиться. Предоставьте, пожалуйста. Мне нужно его исследовать, направить возражения. Мне же для времени все надо. Расшифровку сделать. Транскрибацию. Это-то, подождите. В общем, на завтра, на 17 минут. Без комментариев? А какие тут комментарии? Все. На 22-17 минут вы получите повестки. В любом честь материала. Благодарство. Еще это, материалы хочу пофоткать. На видео. Вот эти, да? Сейчас на видео будем снимать. Сегодня в 14.30 на канале Сугутный Отзор вышел полный разбор вот этого протокола. Смотрите. Разбирает Виктор Владимирович Богданов. Да, знакомимся с материалом дела. Сейчас выхожу. На завтра принесли. Сейчас пять всяких выйду. Ну, сейчас расскажу. Поржем вместе. Извините, спешу. Сутки оставить. Чуть больше. Нас в пять часов. Бессонная ночь впереди. Благодарствую. До свидания. До свидания. До свидания. Благодарствую. Всего хорошего. До завтра? До завтра. Смотрите видео на канале Сугутный Отзор. Там полный разбор, что происходит. По сегодняшней теме? А? По сегодняшней теме? Да. Ну, два часа, правда, длится. Ну, не пожалеете. Сразу голова на место встанет. Если было, не там. Здравствуйте. Привет. Как звать? Вадим. Анто. Там приехал в Пятях, хотел вас поддержать, не пропустили. А. Нам надо чуть-чуть подъехать. Увиделись бы. А я подъехал, вы тут стояли. Я пока разворачивался, вы уже пошли. Короче, это, перенесли на завтра, на 15.00. Ой, на 17.00. Там вот такую пачку бумаг, страниц, наверное, 40. Приобщили к материалам дела, новые бумаги. Я говорю, мне надо время, как минимум три недели. Он говорит, завтра. Я говорю, как завтра? Я говорю, мне надо изучить, у меня нет юридического образования. Завтра. Какие они бумаги приобщили? Да до хера чего-то. Ну, всякую фигню. Короче, я его поймал на том, Матюшенко, что этот. Он не приобщил этот акт отключения 3 февраля. То есть, они от Сарова приобщили, а третьего нет. Он еще там вот эти, ЕСН платежки пытался это. Ну, он приобщил, ему все-таки удалось. Уже три платежки какие-то. Ну, вот эти, попрошайки. А эти попрошайки, они это, я говорю, они никем не подписаны, ни печати, ни росписи, ничего, сведений о доставке нет. Говорю, и где доказательства, что они направляли это все? А, говорит, мы в почтовый ящик уложили. Он говорит, вы не поняли. Короче, начал на него наезжать такой. Ну, это. Ну, видать, его зацепил за то, что у него косяка. Третьего числа нет акта. И вот он начал на него наезжать уже. Такой злой к Барлузке вышел. Он мне два замечания сделал. Говорит, еще и третий, я тебя удалю, короче. Бруцкий на него начал наезжать? Да, в конце. Ну, за то, что он акт не предоставил от третьего числа. Он хотел прям сегодня все завершить. А так я уже, я раза четыре, короче, махаю этим вылезвелением, типа, на отложение, на ознакомление с материалами дела. Махаю, махаю, он игнорит, игнорит. Потом Адюшенко встает, встает, говорит, а нету, говорит, акта. И все. То есть отложить в любом случае. Он говорит, сколько вам времени надо? Говорит, ну, час, два, может, сутки. А, тот Бруцкий, короче, вообще в шоке. Ну и все, одеваться некуда. Обе стороны, ну, просят отложить заседание. Потому что, ну, не предоставим. Все. Ну, видишь, до сутки отложил. Акт какой он имеет? Акт отключения от 3 февраля, от электричества. От 2-го предоставили, там было 7 человек. А 3-го февраля их уже пятеро было. Другой состав. Другие действия, другая дата. Вот такие дела. Суд, то есть, ну, да, 25 часов дали. Меньше 25 часов на подготовку. Зашибись, да? Видео запретил снимать. Да. Снимал? А? Ну, с себя снимал, положил на стол. Он там целое, это, целое, это, выходное заседание устроил. Блин, он уже вышел. Слушай, он перерыв объявил. Надо было закрыть заседание по теме живых. Не сообразил. Ну, я тему живых, короче, не использовал. Но и не забывал про нее. Сам за себя отвечал. Но в самом начале сказал, без оборота на меня. А под вашу ответственность. Еще что-то. Сохранение всех прав и свобод. Ну, короче, и не туда, не сюда. Где-то в это. Где-то посередине был. Так, все. Надо бежать, народ. Это будет завтра, да? Да. Завтра по 17.00. 5 часов. Завтра по 17.00. 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 Продолжение следует...